Я слышал, что у них горит план именно по этим делам, направлению ЛТП. Дело в том, что это, грубо говоря, узаконенное рабство. В советское время это да, это идеология. Три разновидности матраса. Короче, за пачку сигарет ты получаешь средненький матрас, а за две пачки ты получаешь консервный матрас. Ночь. На утро уже холодный. Утром повозка проехала. Ну, это просто зона. Там отношение просто скотское. Человек уже просто глаза волчьи становятся натуральными. И когда мы вышли сюда, у меня просто чувство физической угрозы. Я просто боялся, что все-таки он мне просто припечатает где-нибудь за стенку. Мы живем в громадстве и сейчас мы не знаем, с чем могут затыкаться люди побачь с нами. Это правооборонный подкаст «Весна пройдя». Тут мы рассказываем про разные истории разных людей, которые живут в Беларуси. Привет! Я Катерина, а сегодня мы будем разговаривать про ЛТП. Это лечебно-трудовые профилактории, кали про российскую ночь. И ЛПП, лечебно-працовные, кали по беларуску. Одной, чы я не к ела суши со своей сябровкой, и мы разговаривали про все на свете, у тем леку про Советский Союз. Яна критично ставилася до гэты частки нашей истории, але неким шляхом мы дайшли до обмеркования ЛПП. И тут яна зарабила выключение «ЛПП – это добрая система», – лечись яна. «Як можно не любить все советское, але робить выключение до одного из самых длинных его продуктов – ЛПП», – подумала тады я. «Ти саправды ЛПП – это добрая система. Паспробуем у подкастей разобраться с гэтым». Сегодня мы пачуем голосы тех, чьи лёсы, тем ци іншым чынам, были связаны с ЛПП. Тих, кто там побывал, и тех, кто усімі силами змагаўся, каб туды не трапіць. И чаму яных этаг не хателі? Сами профилакторы з'явіліся ў Советским Союзе ў 20-е годы. Першая ненавіта лечебно працовная профилакторы з'явіліся ў другой полове 60-х, ну альбо ў 70-е, па іншых дадзинах. Многотысячныя манифестацію на Центральній площадзі адкрыли труженики Первомайськаго района Города Героя Минскаў. Гэта с першамайской демонстрацій 1980-х ахоада «Тубок ЛПП» ўжо тады існовалі. Словозлашэнне лечебно працовне, як бачна, азначае лечэнне праспрацю, а наш падкаст вышел першага мая, ў Дзень труда. Мир, труд, май і ўсё такое. Савецкая идеологія, як му ёдам, вазывалася на лозунгах про труд, про пятилетки і кетра Бываконвайслетний за один год. Да здравствует 1 мая! День международныя солідарнасті трудящэкса в борьбе против імперіалізма за мир, демокрацію і социалізм! Дзіцца цялкам дзіцца часткова, савецкая идеологія памерла. Ну, а крамя някалькіх краін, ў яких якраз дагэтузь захавалася сістэма ЛПП. А гэта Тыркміністан, Прыдністров'я, як вам такая падборачка, ну і Беларусь. Не ведаю, правду, як там ў пауночной карыі, але калі ўзяць до увагі, што там нават сістэма ГУЛАГа захавалася, то ўсё махчыма. З гэтага гістарычнага екскурса мы і перамесцямся ў сучаснаць. Калі я была студентка і я няк афрамляла будзёвку ў профілакторыі. Был такі бонус, ну і якой там бала лячэння, там неуасновным робіли масажі і паіли травяным напоям. А гэта Андрэй Рабоў распавядае пра лячэння ў лячэбна працовным профілакторыі. Дзе ў нас ў падзэнні ціні праўда, ну гэта я пра травяныя напоі. А ёшчэ пытання, гэта ўся медычная дапамога? Цэма элементарна, да, там алгіны тадалі, 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 нічого дапамога. Эці мишу, которые склонны к апелексі, им ещё які-то таблеточкі даюць специальны. Спрашували, как вас там лечэт. Прастейшый набор, дзеэта фельчэр или ещё нормальных врачей там нету. Там медпункт ёсць. Итог лекарственны далеко не все ў них ёсць. А шо па профілю, шоб их лечэли, нет? Гэта мы размаўляем с правоабаранцам Змагелёва Барысам Бухелем. Я как-то учала в Советском Союзе, когда в 67-м годе выходит указ Президиума Верховного Совета РСФСР о принудительном лечении и трудовом перевоспитании злостных пьяниц-алкоголиков. В советское время – это да, это идеология. Но она не сработала, она не работает. Их там ни лекарств нету, ни нормальных врачей нету, которые реально… Так как в наркодиспансерах, когда человек добровольно ложыцца, его пралечуў, прокапываў, там что-то делаюць с ним, когда он добровольно идёт. Самой назвы лечэбно-працованны профилакторы бачна такая установка – лечэнне прас працу. А ці махчыма гэта – вылічыць алкогольную залежнаць прас працу. Барыс Бухелль каже, што немахчыма. Европе там нет такого. А это на постсавецком пространстве ЛТП. Чаму так? Пытані цяшкае, патрабуе болш галбокага аналізу. У нашій країні ў вуглі шмат, што ёсць, ў адрознені ад Європы. Ну, напрыклад, ў нас ёсць смяродныя пакараннія. Гэтай темі был прасвечэны наш попярэдній трэця выпуск падкаста. Раўм паслухаць. Давайте пагаляцьім, што там за праца такая у ЛПП, і распавядзе нам прагэта Андрей Рабаў. Светам адну врэмя было слаготай паучше. Есэ ў самарозгоня, там слага пауча. Тут я зараблю паузу. Заувачца, што Андрей выкараставае слова «зона», а гэта ў дашаняню ДЛПП. Дагэтага ёсчэ мы ёрнімся. Ну, когда на выходе, там более-менее уже нормально. На Светлогорске сейчас тоже стало плоховато. Как-то все, все заводы, видимо, позакрывались, нам говорят, что тоже, видимо, тяжковато. Только что, например, люди, когда выезжают от колхоза, это вот сезон, тогда ещё что-то можно наработать. Весенние, вот это дела, летом, и весенний, и тут уборочный, ещё что-то. А потом их обратно сгоняют в зону, если не работаешь на производстве, или где-то там у начальников, на пылорамах, на Светлогорске, там как получше в этом было поставлено, потом стало тоже хуже. И теперь самое цікавое. Лятшебно-працовная профилактора изъявляется подведомственными ДИН, Департаменту исполнения наказаний. Вось ДИНу подведомственны усе места зняволяне, гэта турмы, колонии, ну и гэта гдалей. И ну тубок там, где люди отбываяць пакаранье за крыминальные отказнасти. Ну и ЛПП так само уваходзець у ДИН. Але чаму? Слава «Лятшебны» у назве ЛПП не бы накеровая нас до медицины, а значит, что ЛПП павинны быть подведомственны Министерству Ахова Здоровья, лагична. Але гэта чамусь ці не так. Зараз у ЛТП нема працы, по якій можна працювать? Они находятся в таких местах, где работа от случая к случаю. Сельская местность, сезонные работы. Когда нет сезона, нет работы. Они не могут заработать нормально. Или же сидят, говорят, без работы сидят и все. А я читала про такое, што у ЛТП первое, что все отримоваець працю люди, яким треба выплачуваць там алименты, наприклад, на утраманне дзятей, так? Потому што их заробка потом гэта вылечывается. Вот таких женщин мы спрашивали, и они говорили, что нет работы, и на долги накручиваются. А или заробки настолько мизерные, государственных наложил определенные суммы. Они не в состоянии. Долги просто растут сумасшедшим, астрономических суммах. Так что они робят у ЛТП? Ну сидят. Они лишены какой-то работы, что-то, чего-то там, по мелочи, если это в сельской местности, где-то что-то используют, часть из них. А так у них просто нет. Найдут ли для них работу? Хорошо. Не найдут. Но это используется рабский труд, который неэффективен. Ну вот мы объезжали в прошлые годы, спрашивали, они все жаловались, но основном мы интересовались женским ЛТП, что у них нет работы, что у них долги нарастают, а они выходили. Говорят, мы обязаны, обязаны платить на своих детей. А у нас за годы, так бы мог где-то что-то и заработать, что-то выплатили. А за годы ЛТП наросли огромные долги. То, что их там обеспечили, это пожелание обеспечить, а реально нет. А вот, как Андрей Рамбул намагался заработать деньги у ЛПП. Я сказал совхозный донат, который сейчас с операми вопрос, что, например, на выбор сделали, надо искать деньги и зарабатывать. Он пошел к операм, какой мне сказал, они хотят. Я говорю, рано разберемся. В один прекрасный момент я прихожу на прием к скирухе, то есть к начальнику, к жены. Я говорю, жаль, не начальник, сделайте мне вывод. И так далее. Ничего у тебя вывода не будет. И тогда я пойдешь, мне на деревяшку. Это вот на пилорам. Через неделю меня переводят на пилорам. Это вот распределение. Я, короче, становлюсь пособником на торцовку. Так, по-моему, мы в субботу выходили работать, у нас получили один, выход, двое, хотя положено двое. Да, по 8 числа. Это дополнительная система изоляции человека. Милиция, чтобы не работать, не заниматься, я сразу, 2-3 раза повернул человек с грубейшими нарушениями. Отправляют в ЛТП. С глаз долой, сердцем вон. Поэтому оно не ведет к исправлению. Лечебное, слово лечебное здесь трудовой может быть от случая к случаю. Но это просто зона. Яки на соправданной туремной зоне, а коли вы не укурсе, что там на зоне турем, вам почитать серую белорусскую туремную литературу, яку и выдаю весна. У ЛПП, яки на зоне, сдарается и вось такое. Зараз послухаем. И знову расповяд Андрея Рэбова, але я буду означать у его расповядзе гуковым сигналом, дзей он выкрыстовывая таке слово, яке выкрыстовывается для турмы, у тем лику жаргонные. Ну, а лето справа, конечно, не только у словах, але и у самой системе. Заверните увагу. Через некоторое время резинка там еще стал хуже и хуже. Три разновидности матраса. Короче, если я не плохой матрас, если я не плачу за матрас, если я беру, одного там споймали именно за эти вот штуки, при мне вот сейчас в этом сроке. И вот другой отряд поправили. И он там нормально. Сутки отсидел. Короче, вот смотрите, три разновидности матраса. Плохие, убитые вообще до ужаси, это таким, которые не платят. За пачку сигарет ты получаешь средний матрас, за две пачки ты получаешь кассирный матрас. Можно сказать, даже как бы ну, это платить не через кассу, это все. Нет, на руки самому этому вот такая взятка. Да, взятку этому вот, не ментам, это этим, как их можно назвать? Ну, мы их называем казнами, шнырями, вот такая вот штука. Этот копчерщик, это вот командует копчерщик вот этим вот штуковым, ну, завхозы везде, завхоз карантина, завхоз там, санчасти, завхозы отрядов. В основном 99% именно заключенных ставят. Таких профур ненормальных людей, как говорится, которые там уже образованы, именно вот таких вот ставят, таких вот интригантов, прожженных, которые знают, как человеку сделать хуже, они там все делают хуже, все хуже и хуже, зажимают, сами зажимают людям это вот. А вот в опушниках героя пропадаем вам самостоянно зараз паспробовать выявить такие турэмные словы. Слухаем. Городской больницы давали ЛТПшным врачам втык. Шо-то не смотрели, не смотрели, не смотрели, не смотрели, не смотрели. Забрали в больницу больше неделю, дверь лежал в больницу, ну, в больнячей больнице. Ну, что, знаешь ли, больнячая больница, это, и он каже, про городскую больницу, потому, что она находится на воле, на воле, уявите себе. Ну, чым не зона. Наверное, два человека, сколько я помню, умерло. Когда я в Слухске был, ЛТП в Слухске в 2005 году, там провезли, он учителем работал, или кем там. Такой умный мужик с образованием. Его провезли, с Будуна провезли. Закинули в карантин. Я там просил, там не кинули таблетки, что, ну, плохо было, но ночь, на утро уже холодно. Уступоводска проехала Слухская. Потом был учитель, ну, так, погоняло, попрозвали учителем, здоровым может. Ленин, короче, тоже у Слухскина, на СТП тогда. Короче, зимой, видно, ему просквозило, продуло башку, мозг, что-то, койки, эти же, двухъярусные, так на КПЗ. Я на втором ярусе спал, потом, ему видно, уже так башка болела, плохо стало, я на паузу со второго яруса на нить. А эти медицины, думают, типа, прокалываются, там, тебя же не ретимулировали. Они там затянули свою коптерку, не знаю, там, били его, не били, неизвестно. Потом, скорую вызвали и повесили на Слухск. Там трое, слушают, анимации, не приходя, что знание, умер. Все больше не надо, Выживает тот, кто не умрет. Эй, док, давай без напряга, Выживает только тот, кто сдох. В этой комментарии пошли на героя, взятые с YouTube-видео под названием «ЛТП в Беларуси лечение и питание», аккаунт Руслана Киселева. Ну, а всякий комментарий под этим видео я прочитала. Цитата. Алкоголикам нравится быть в опьянении, в невменяемом состоянии, ни о чем не думать, ни работать, за детьми не смотреть. Кайф. Это, наверное, не болезнь, а распущенность. Все пьяницам потакают, жалеют. Беомусор. А есть такое ставление, что человек, вот всякий там, есть проблема с алкоголем, он просто, типа, слабый, его нет чувства, там, воли. Нет, дело в том, что алкоголизм, это действительно заболевание, а чувство воли это ерунда. Все люди прикрываются чем-то. Кто-то, что вот я слабый, мне плохо, еще что-то нет. Если у человека алкогольная зависимость, то это болезнь. Она просто может быть в разных стадиях. Гэта каже Сергей. Яго имя и голос я изменила по его просьбе. Я не хочу, как яхо хисторая нашкодзила ему в теперешнем житии. Самое главное, то, что мне обидно. Я не тот человек, который, не знаю, каждый день пьет, без этого не может жить. У меня просто, я месяцами могу не пить. Потом вот у меня были кредиты, я каждый день работал без выходных, мне было очень тяжело. Мне казалось, что у меня крыша ездит. И я вот находил расслабление вот в выпивке, вот в каких-то количествах определенных. И периодически мог попасться. А здесь достаточно три раза за год попасться. А гэта Игорь 24-годовый хлопец. Ну а што я могу тут сказать? Я лечу, что усиляки социальные феномены у тымлику таке, як алкогольная и наркотичная залежность, гэта агольная отказность социума нашего громадства. Это такие же сограждане. Это наши сограждане. Это мы и есть. Это люди нашего белорусского общества. Сергей Дроздовский правда сказал, гэта удочиня не до интерната у закрытых социальных установов, але я тут салкам зимзгодна. И думаю, что гэтую фразу можно выкрыстыц в датянном контексте. Чому мы не павинны брать отказность за наших громадзянов, нават, калі гэта нас на опрост не датычаца. Интернаты находятся ну где-то там, в соседнем лесочке, непонятно где. Кто-то там живет, ну это те люди, которым там и надо жить. Мы сталкиваемся с таким мнением обывателя. Кто-то за ними присматривает, ну и хорошо, пусть они там и находятся. До речи про тое, як може чоловек часто досыць выпадково трапець у интернат, мы распавядалі у першым выпуску нашого подкаста про людзей с инвалиднастю. Раем яго паслухаць. Ну а далі мы распавядзем про тое, як може выглядаць шлях до накеравання у ЛПП. І допомогаць нам у гэтым якраз таки гісторы Сяргея і Игара. Забігаючу наперед, скажем, што ім удалося адбіцца. У ЛПП їх так і не накерували. У них планы є. План по штрафам, план і це все. І по цему міліція, систему у них, левкозив какая-то. Три разом попався, заставили протокол за п'яну, з появлення, і подаєт міліція. Але діло в тому, що процедури ці постоянно нарушаються. Я коли був в кабінеті, коли прийшов, полдня сидел там, він розмовлял по телефону, і я слышал, що у них горит план по, именно, по цим делам, направлению ЛТП, що не справляються, що треба роботати більше, і що їм на завтра потрібно к 6 утра прийти на роботу. Відомі кажуть, «Да що, к 6 утра? Да ну іх!» Вот так вот, короче. Просто, що, що, кажуть, що, от того, там, 20 человек ЛТП, правильно, у того, 30, у нас більше, у того, менше. Ну, про це милиція там говориться. Ну, це, да, між собою просто, коли я розмовляюся, стоять там, судья в тому, що саме. Я так удивлюся, ще таке количество людей направляется, 20-30, у каждого, там, допустим, участка, скажу, участка. У каждого этого человека, ліс, єсть, семья. Ну, со мною дзевушка, вот, була, када, в місці нас привезли оттуда-сюда, гаїть, я шла на роботу, ка мене подошел просто, не мій частково, а просто другой, сутній милиція, кторогу не знал. Я закодирована, я не пью, все, я просто шла на роботу. Їе в машину посадили, повезли на 2-ю комісію. Што гэта за комісія? Там у рачы вращаюць ці придатний чалавек пастану здоров'я да накерування у ЛПП. Меня вызвали в РУВД, попросили подъехать по какому-то вопросу, там, выяснить кое-что. Я приехал, в общем, вопросы были какие-то вообще, такие, ну, пустые, скажем так. И я спросил у сотрудника милиции, говорю, я могу уже ехать на работу, мне нужно, вообще-то, время уже много. Нет, ждиці участкового, у вас вопросы по ЛТП. Я говорю, так, а че, мне сразу никто ничего не сказал, а вызвали по другому вопросу. Ну, в итоге, пришел участковый, через, там, какое-то время, минут 20-30, забрал меня и в машину, и на 2-ю комісію. Хотя, людей приходят з дому, вот, забирають, я знаю, знакомых, некоторых людей забирали просто з дому или по дороге на работу. Человек выходит с подъезда, его в машину, садит на 2-ю комісію. Так, вас просто выманили хитростью? Ну, как хитростью? Меня просто позвали. Вот, подойдите, гражданин такой-то, надо с вами побеседовать. Утощились кое-какие вопросы. Но, когда я приехал на 2-ю комісію и сказал, что у меня есть, вот, допустим, хронический гайморит, мне нельзя на холоде находиться, поэтому работу я все время в тепле. И плюс я принес, что я закодирован. Их это вообще не интересовало. 2-я комісію, это просто автоматом. Люди заходят, отсеиваются, отсеиваются, все. Там, безразности что-то. Это если придешь там, я не знаю, справка инвалидность первой группы, то тогда ты будешь негоден для ВТП. Огромная просто очередь. Просто вот все скамейки заняты, некоторые стоят, это вот все на прохождении этой комиссии. Вот. И при мне, по крайней мере, ни одному не говорили, что он негоден. Я им как бы сразу говорю, что да, у меня есть такие заболевания, как вот врожденный порог сердца, там, недостаточности клапанов, сердечная недостаточность первой-второй степени. И потом регуляция на клапанах. Ну, в общем, это те заболевания сердца, которые препятствуют. Может быть, я, конечно, ошибаюсь все-таки. Вот. Но вроде как не такие люди с таким заболеванием не должны находиться в ВТП. Это препятствует. После первой комиссии выносится официйное попереджение. А когда человек тропляет на другую комиссию, то его справа накировывает у суд, где и разглядается его накирование у ЛПП. И вот, как было с Игором. А пусть ему все подробности истории, как хлопца шукали милицианта, и как он нареште трапил им у руки. Но его накированием у ЛПП занимался майор милиции Фрундинского раус Минска Виталий Кузякин. И он вызвал Игора до себе 17-го века 20-го года. И вот я сидел с 9-ти утра до 3-х часов с чем-то дня. То есть просто сидел у него в кабинете. А он задает Таня некий? Ничего не задает. Просто вот сидит и печатает все. Печатает, 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 печатает. Потом разговаривает по телефону, бегает кто-то, потом приходит опять, печатает. И вот исключительно так вот. Значит, вот досидел я до конца и еще в 10-30 пришел еще один человек к нему в кабинет. Но его тоже отправляли на вторую комиссию, как и меня. Вот. И когда наконец этот час пробил, вот 3 с чем-то было, он наконец все допечатал, берет два дела и говорит нам расписываться в них. Он говорит, так, тут ставь число, говорит, я ставлю подписи везде, он говорит, тут ставь, ставлю, тут ставь, ставлю, тут ставь, ставлю. Я смотрю, там написано поставьте число. Он говорит, поставь число 23.04.2019 года и подпись. Так, Али, мы памятаем, что у судей не разгортывается у сыковику 20-го года. Я говорю, подождите. Он говорит, какой подождите? Ты на сутки сейчас поедешь. Если ты сейчас не подпишешь эти бумаги, ты прямо сейчас пойдешь на сутки. Ты будешь там сидеть столько, сколько я захочу, а за это время я нарисую сам эту бумагу и ты все равно пойдешь в суд. А суд вообще рассматривает без твоего участия. Ты все равно туда пойдешь. Ты сейчас должен подписаться и все будет хорошо. Вот я говорю, ну ладно, я подпишу. Вот одна из бумаг, которую я подписал в 23-е часы, это и было это официальное предупреждение, которое мне должны были выдать тогда. И только после выдачи этого документа мой первый залет уже расценивался бы как действие... Картира сломачем. 23-го красавика 19-го года у хлопца была первая комиссия. Ему повинны были вынести официальное попереджение, у яким он повинен был расписаться. Без этого складника другая комиссия за тем накерование в суд не мог чинить. Заразумели? Вот, говорит. Значит, мы сейчас едем в суд. Мы ехать будем на троллейбусе. В зайце. Вот, талончики мы вам не купим, но вы будете ехать со мной, если контролер заходит, вы просто от меня далеко не уходите. Все будет хорошо. Приедем в суд, вы не должны убегать никуда, ни в троллейбусе, ни когда будем идти. Вы придете в суд, вы будете говорить да, 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 да всему, что вам скажут на суде. Потому что, если вы хоть что-то скажете не так, хоть что-то будете отрицать или, ну, в общем, будете с чем-то не согласны, то там будет сидеть прокурор, на этом суде будет присутствовать, хотя его там не было, я вам скажу, который запросит для вас 15 суток, чтобы вы никуда не сбежали, и вы будете там сидеть, а вам, короче, все равно сделают так, что вы отправитесь и уже без вас все рассмотрят. Но из следующего боку Кудякин переконовал хлопца, что их 100% не накирует у ЛПП после суда. Поскольку нам Кудякин пообещал, что и вы все признаете, вас признают, что вы должны в ЛТП поехать, но я вам обещаю, что вы, если вы все сделаете красиво и гладко, чтобы у меня не было вопроса к вам, то вы туда не поедете, вы, главное, больше не залетаете ни одного раза, и вы, в общем, вот на второй комиссии так вот годик проживете там, и, в общем, вас вообще забрать никогда не нет. И мы сначала изначально поверили, а точно, он такой, точно, точно, что я врать вам буду вот так вот. Я начал гуглить в интернете. Думаю, что-то мне это попахивает чем-то не тем. Думаю, ну не может быть такому. Говорю, ну вторая же комиссия это однозначно, как мне тот же участковый когда-то говорил. Я позвонил участковому, говорю, так и так, говорю, да не, никто тебя не направит, он говорит, не, кто, что, кто тебе сказал, что не направит? Кузякин, слушайся его, все будет хорошо, никто тебе ничего не направит. Типа, ты главное соглашайся и делай все, как говорит беспокойство в душе все равно есть. И тот, который со мной сидел задержанно, он тоже этим заинтересовался. Он говорит, давай вместе. Мы нашли в интернете значит, сайт спринг 96. Вот. Посмотрели там про ЛТП и вот решили позвонить. Позвонил и говорит, слушай, нас все-таки милиция обманывает там. И, как бы, все, он говорит, я буду там, он говорит, я не буду соглашаться и все. Я не знаю, честно говоря, как прошел его суд, вот, потому что меня специально отвели еще в другое крыло суда, чтобы я точно не мог ничего услышать. Вот. Что было на суде? Вот, когда я зашел, мне говорят, вы согласны с постановлением из милиции? Я говорю, нет, не согласен. Вот в этот момент я уже видел, как у него лизо скривилось сразу. То есть, он этого явно не ожидал. То есть, я не подавал до самого последнего конца вида, что я вот как-то... Задумали что-то не то. Да, да, да. То есть, я был просто вот, ну, никогда не подкататься. У меня говорили про административные мои, которые были. Я сказал, что не все из них, говорю, на самом деле такие были. Я говорю, меня иногда просто заставляли написать, угрожая чем-нибудь. Говорю, у меня, возможно, не набралось необходимого количества, чтобы отправиться на комиссию. И тут я хочу зарабить отступление. Я кое-ли строю, як часом можно зарабить административку. Я не буду отрицать. Я действительно попадался именно в нетрезвом виде. По-разному было. Один раз меня вообще задержали, но, правда, тогда не написали, что я был пьяный. Но тогда же дали административку все равно, административные правонарушения. Я заплатил штраф. Хотя я не за что было. Я стоял на метро Каменная горка недалеко от дома. И двум сотрудникам элиции показалось, что у меня расширенные зрачки. И они меня только на основании этого задержали. Я просидел всю ночь в ГОМе, два, фронического района. И на утро, когда пришел их начальник, он им сказал сотрудникам этим. Я подошел в трубочку, у меня по нулям, я не был пьяный. Он говорит, как вы объясните человеку, которого сейчас держали на штук, за что он вообще тут сидел. А мы что-нибудь придумаем. И, короче, я не знаю, о чем они дальше там разговаривали. Они приходят к мне и говорят, вот распишись тут в протоколе. Я вижу, ругался на сензурном броне в частном месте. Я говорю, вы знаете, я стоял, я не ругался, я наушники слушал. Я вообще никого не трогаю. Они говорят, ну распишись, ты получишь минимальнейший штраф. Те ни сутки не надо, ничего. Минимальнейший штраф и все. Я говорю, я не буду подписываться, потому что я не ругался. Но если ты не подпишешь, тогда мы сделаем на тебя статью, типа ты не повиновался нам, сопротивлялся, когда мы тебя задерживали и все остальное. И вот они меня вот этим, то что запугали, и ты поедешь вообще на сутки. А я там на тот момент ни разу не был. Мне было страшно, я подписал, я заплатил, а потом штраф не за что. Али вернемся до суда. Судья показывает, вот это вот вы подписывали 23 числа. И тут я говорю, нет, я это 23 числа не подписывал. Я это подписал сегодня. Тут же начинает вмешиваться Кузякин. Судья говорит, подождите, пожалуйста, сейчас мы выслушаем ваши возражения. И дальше говорит, то есть вы утверждаете, что вы подписывали сегодня? Я говорю, да, я подписывал сегодня. У меня год назад была другая подпись. Я сегодня своей подписывался, новой подписью. То есть даже вот здесь деталь есть такая. Ну и плюс одно, это можно проверить, в принципе, да, экспертизы всякие все-таки есть Я расписывался еще на тепленькой бумаге с принтера Говорит, хорошо, а теперь суд выслушает возражение, как бы, из-за И он говорит, что нет, он подписал тогда это, вот, 23-го, как и написано Не будем споняться на всех околичностях, але судовое поседжение перенесло на инший день Хлопец приконсультывался с весной, ну и, коротей, у ЛПП его не накировали после другого суда Але что было сразу после того, как он вышел из зала сюда, тогда, вместе с Кузякиным? И, значит, вот, когда мы выходили, просто у него был настолько искаженное лицо, что я просто боялся, что он в суде начнет меня, не знаю, бить, вот, реально Он был похож на Фредди Крюгера И когда мы вышли сюда, у меня, реально, у меня были ватные ноги, у меня сердце билось Звон в ушах стоял, потому что я реально боялся Я просто чувствовал физическую угрозу, хотя, как бы, он меня не трогал Я просто боялся, что все-таки он мне просто припечатает где-нибудь об стенку И он так спокойно начинает говорить, но жестко Типа, ну, ты очень зря это сделал, ты очень об этом пожалеешь еще Земля круглая, ты нигде не скроешься И, ну, ты очень зря это сделал Он сказал, знаете, какую фразу, вот, которая меня действительно напугала То, что мне надо ходить, оглядываться Ну, вот, когда я даже сегодня выходил из дома, я действительно, я хожу, оглядываюсь Ну, мало ли что, а вдруг участковый бежит и говорит, что ж ты нас подвел-то, а? Мы ж что с тобой договаривались не на это? А теперь для Сергея Огульная с Игором той, что он выросил отстоивать свои правы и оборонять себе На этом же заседании, которое было исправить ошибку в решении суда Я еще так удивился, что за ошибка в решении суда Это, оказывается, то, что у меня было написано, что в ноябре 2019 года После того, как я неоднократно был предупрежден о невозможности нахождения в нетрезвом виде Что якобы у меня было задержание в нетрезвом виде И было вынесено решение суда о наказании административным меня И я написал это все Все это я написал в апелляционной жалобе, что не было задержания Ну, в итоге, потом суд рассмотрел, что это действительно ошибка Что никакого задержания у меня в ноябре не было Что ни решения суда в ноябре наказать меня не было Ко мне обращались люди, которых забирали из квартиры У нас нет сухого закона И когда пишут, что алкоголь состоит на каком-то объединении И выглядят оскорбляющие человеческое достоинство Там обязательно и стоит, и то, и другое должно быть Человека забирают из квартиры Да, он выпил Но он никуда не уходит, дома выпил и отдыхает Приходят к нему, забирают, заставляют ее в отрезву тебе везут Такие случаи не раз бывали Но это если милиция хочет использовать на каких-то своих целях Но это используется незаконно Это надо обжаловать Если своевременно обращаются, да, мы помогаем Если человек грамотный, знает свои права То были случаи, когда вот после моего семинара Там как вести, человека задерживают Он говорит, имею право на звонок А ты что, грамотный, грамотный Он идет выпивший, никого не трогает, прилично одет Идет домой Нет сухого закона Но они увидели, что он выпивший Надо план по штрафам Существует, надо обобрать Они говорят, ты грамотный, грамотный Ну тогда иди, больно тебя трогать не будем А так это очень часто незаконное Поддержание Люди просто не знают своих прав, не умеют защищаться Сергей звернулся до реабилитации И працевал с психотерапевтами И он подкресливает, что минавито так Человек может выликоваться Вот ясная система ЛТП У вас был шанс туда трапить Чему вы всеми силами смугались И не хотели туда трапить Потому что держава кажется, что ЛТП Это лечебно-трапевая профилактура И надо помогать людям Врачи-психотерапевты Которые работают с людьми Страдающими алкогольной зависимостью Буду уже говорить с угловой Этим техническим медицинским медицинским Сами говорят На курсе лечения, реабилитации Которые работают в городской клинической Наркологическом диспансере Все врачи И специалисты У них спрашивают сами люди Которые пришли лечиться И просить помощи в лечении Которые хотят уйти на нормальную жизнь Они спрашивают Как вы считаете ЛТП Надо вообще Какой вот Хотя бы процент Они говорят Максимум 1% пользы в ЛТП Это просто ужасно Вот сами врачи говорят даже Ну а люди, которые там побывали Естественно Они говорят Это просто такая Запредельная Хуже, чем в тюрьме Говорят Там отношения просто скотские А вот человек, кстати Был там тоже на реабилитации Он был уже в ЛТП Он решил просыпить Все И пошел на курсе реабилитации Он сказал Тебя просто за человека не считают Тебя просто Известно за выражение В дерьмо Пускают целый год 15 людей не считают Когда им удобно Они говорят Вы больные А когда им неудобно Они говорят Ну какие вы больные Вы там пьяницы Пьяницы ЛТП Еще раз скажу Что ничего не даст Кроме озлобления людей Я вижу очень Достаточно людей Которые были в ЛТП И что с ними потом Они просто обозленные На весь белый свет Да, они идут Кто-то работает Кто-то продолжает пить Но человек уже просто Глаза волчьи Станкаются Натурально Человеком участие Совсем не грубый Не такой человек Который был раньше И их у всех одно и то же Говорят Себя за человека Не считают Людей лишают воли Якобы лечебные А там их не лечат Просто изоляция Изолируют И такая тенденция Вот люди обращаются Ну залетел Один-два раза Человек залетел Но он учится Работает Должность занимает На него приходят И отправляют В ЛТП И даже вот Судьи тайно Так подсказывают Что их Многих достало Это лишат людей свободы Дело в том Что это Грубо говоря Узаконенное рабство Либо незаконное Какое-то лишение свободы Как можно Человека За административное Правонарушение Лишать свободы Это лишение свободы По сути Там уже на год Десять И так На полтора года Хорошо Ну там добавляют При нахождении Там могут добавить Даже За условные проступки Человек Отсидел Допустим Трое суток Находился В нетрезвом виде Отсидел Трое суток Второй раз он попал Допустим Заплатил штраф Есть решение Суда Он оплатил штраф Третий раз попал После этого Его цепляют Еще раз Проходят две комиссии И его отправляют То есть Он Как говорится Искупил Цент Что находился Там на сутках Штраф заплатил В зависимости от того Какую меру Принял На административное Правонарушение Суд Ну А в итоге Эта административка Перевоставляет В уголовную Суть А что вы могли Могу порекомендовать Обратиться В правозащитную Организацию Весна Там действительно Хорошие профессиональные Юристы Обращаться к ним По юридическим Консультациям А если вопросы По здоровью То лучше Обращаться К специалистам Именно Врачам А не Представителям РОВД Которые В ЛТП Направляют И не являясь При этом Медиками Ну У них Такое указание У всех В ЛТП А обращаться Именно К врачам Профессионалам Над холодом Они Помогают Очень неплохо С Сергеем Нам удалось Упразмавлять Коли Йом Чакал Свою Дачку Занятка У басейне Йон Планую Пратягваць Працаваць И проводят Час За своей Семьей А потам Зняться С ней Кагатам Улику С Игарам Спадзюся Так само Усё Будзе Добре Тому Што Пасля Яго Суда Мы Не Бачыліся Аль Йон Монс Надякава У за Патрынку Ну а С тым героями Які Ужу Ацедзели У ЛПП І Гласы Яких Висо Не Пачули Спадзюся Што Яны Не Абазлеліся На весь Белосвет И Распачалі Курс Реабилітацій Саправдными Увачамі Калю Гэтам Була Необходнасць А у мене Дагэтуль Укладайся У главі Як так Сталася Што У Беларусі Дагэтуль Існує Такая Система Як ЛПП Спадзюся Ви дослухали До кінца Гэту Випуск І Магчима Задалюся Тим же Самым Пытанням Ну а На гэтам Я з вами Развітваюся Жыдаю Усім Пленной Працы Якую Ви Самі Сабі Вибереці Ну і Так само Здоровья Бывайте Магчима 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 Магчима